Они абсолютно не против того, чтобы кто угодно участвовал в выборах, а чтобы кто-то был там показательно убежден. Убедить сторонника действующей власти в том, что оппозиция должна быть допущена к выборам и должна иметь возможность в выборах участвовать, это не сложная задача, проверенная опытом большой агитационной работы. То есть эти подписи можно собирать буквально у кого угодно. В этом нет никакой политической и никакой другой проблемы. Что еще очень важно? Алексей об этом говорит на каждой встрече, и если кто смотрел стримы, то вы, наверное, видели много раз, но это такая важная штука, что я все равно говорю. Осенью, когда мы делали программу, готовили программу, мы проводили фокус-группы, много в разных городах, ну, там, в Краснодаре не были, но в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Новгороде, вообще-то, конечно. Что такое фокус-группы, да, там, сажали за полупрозрачное стекло каких-то обычных людей с улицы, случайно подобранных, опихи наших сторонников, давали им какие-то наши тезисы и идеи и задавали вопросы. И среди всех этих вопросов был очень важный вопрос, а как вы, ну, там, мы спрашивали по каждому из тезисов, что он нравится, что не нравится, а еще мы спрашивали в частности, там, как вы получаете информацию, откуда вы берете новости, кто для вас является источником политических новостей. И в этом месте Алексей делает такую картинную паузу, говорит, ну, а как вы думаете? И пока люди еще не смотрели стримов и не знали правильно ответы на этот вопрос, то в первых штабах все говорили, телевидение, Соловьев, Киселев, туда-сюда, сейчас уже все знают правильно. Правильный ответ, тем не менее, очень важно, он заключается в том, что на каждой из этих фокус-групп, почти каждый из этих людей говорил, я что-то в политике не очень понимаю, но у меня есть друг, который шарит и мне все расскажет. Друг, сестра, муж, в таких вариантах. Информация, которую человек получил из уст в уста, гораздо более доверенная, чем информация, которую он посмотрел по телевизору. Почти все понимают, что телевизор всегда врет, и чем дальше, тем эта уверенность растет. Информацию, которую человек получил из уст в уста от знакомого, относительно близкого человека, или совсем близкого, от родственника, близкого друга, тем более ценнее. Информация, которую человек получил от человека, который говорит искренне, и верит в себя, и уверен в себе, бесценно и побеждает просто все, что угодно. А говорить вы искренне или нет, это любой человек при контакте в глаза в глаза понимает за 20 секунд. Если вы искренне говорите о ценностях, в которые вы верите, с людьми, которые вам доверяют, мамой, папой, тетей, дядей, тещей, бабушкой, дедушкой, коллегами, друзьями, вы станете для них таким вот другом, который Шарик, если мне рассказывает, вообще без проблем. И, собственно говоря, этого достаточно, чтобы убедить. Потому что, опять же, наши тезисы, ну вот, вы знаете, у нас сейчас пока опубликована очень краткая программа, там, шесть базовых тезисов. Но они, а, простые, б, понятные, и они разделяются всеми. Ну, то есть, там, у каждого из них, опять же, мы тестировали, уровень поддержки существенно выше 80%, и в большинстве случаев существенно выше 86%. Борьба с коррупцией, децентрализация, судебная реформа, экономическое развитие, инвестиции в инфраструктуру. Все это вещи, которые всеми воспринимаются на ура, и про которые просто говорят. Что сейчас больше всего все обсуждают в интернете, и на что больше всего смотрят? Кадры из Сирии. Есть там химическое оружие, нет там химического оружия, что такое? Посмотрите на эти кадры другими глазами, посмотрите на качество асфальта в Сирии, потом проедьте, как мы сегодня потратим 4 дома. И станет понятно, что с приоритетами у нас что-то немножко не так. И как-то вот все-таки мы деньги тратим немножко не на то. Идея о том, что сначала надо инвестировать в Краснодар, а потом в Пальмиру, понятно, доступно и абсолютно ясно любому человеку. Идея о том, что те, кто вообще не должны все быть сконцентрированы...